всем привет меня зовут анжелика добро пожаловать на мой канал сегодняшняя тема у нас будет иконы покажу вам все что у меня есть было одно время когда я очень часто в одну за другой вышивала иконы даже больше вам скажу что вся все мое творчество бисерная началась именно с иконы я решила попробовать вышивать бисером и мне не захотелось брать что-то большое и я такую небольшую взяла себе схему попробовала вышивать это был николай чудотворец мне очень понравилось результаты процесс и их меня понесло одну за другой начала вышивать иконы вышила иконы на все случаи жизни были иконы которые я дарила вот и сказать что я очень глубоко верующий человек нет ну где-то в середине в душе я верю в бога конечно же бывают моменты в жизни наверное каждого человека когда мы обращаемся к богу и он реально помогает вот и я решила что домашник анастас дома должен быть обязательно ну в общем тема не об этом я покажу вам все что у меня есть по иконам и первая из них перед вами лежит пантелеймон целитель как говорит само название за себя эта икона для для того чтобы люди просят здоровья прежде всего у этого святого вот эта вот схема это от фирмы маричка я покупала именно схему и бисер покупала отдельно здесь видите жемчуга присутствует жемчуг покупала пресиоса все очень красиво богато смотрится в целом мне очень понравился и процесс здесь вышивка по технике шов назад иголка и вставила я в киот такая вот рамочка глубокая она как коробка цельная рамка иногда делают киоты из двух рамочек но здесь одна цельная вот посмотрите как она в целом смотрится на такая большая тяжелая получилась ну красивая достойная икона пантелеймон целитель следующее я вам покажу это венчальная пара казанская божья мать иисус христос выполнены они в одинаковой технике отражается в одинаковой технике и оформила их тоже одинаково это схемы от фирмы полноскрыня у меня будет много здесь икон от именно от этой фирмы полноскрыня полная зашивка бисером покажу вам поближе венчальная пара вот такой вот бисер красивая подборка очень мне понравились именно этой фирмы иконы вот иисус христос вот такая вот рамочка и казанская божья мать тоже покажу вам ее поближе вот такое вот ее исполнение полная зашивка очень мне понравилось вышивала их как орешки щелкала несколько вечеров и готова икона такая вот красивая получилась венчальная пара посмотрите на нее еще раз красота и к ним я вышла еще николая чудотворца ну а если честно из и с него я начала вернее я его сначала вышла потом у меня вышелось венчальная пара вот он был первый который которую вообще из всех моих икон он был выше первым и вообще и вышивка бисером я пробовала именно на этой иконе оформила я тоже также в рамочку в такую же как венчальная пара вот такая подборка по бисеру полная зашивка николай чудотворец есть еще мерликийский николай чудотворец он уже в шапке такой ну а этот без шапки вот такой вот николай чудотворец я долго не буду останавливаться на каждой иконе конечно если эту тему все развернуть то можно много чего рассказывать каждая икона что-то обозначает вот но я так глубь в подробности не вдавалась так поверхностно знаю какая для чего николай чудотворец тоже входит домашний иконостас следующая икона смоленской божьей матери это икона с молитвой о детях вот посмотрите тут сразу и молитва вот такая вот рамочка на ней шикарная нравится мне очень эта рамочка она так не спадает вниз вот тоже полная зашивка вот такая вот смоленская икона божьей матери с молитвой о детях я не сказала это схема тоже фирмы полная скрыня вот посмотрите на нее очень красивая такая шикарная икона поехали дальше следующей иконой и следующую икону я вам покажу сергия родонежского получается это схема от фирм не не схема прошу прощения это набор от с фирмы нова слобода оформила в такой вот киот здесь получается двойная рамочка внутри рамочка такая которая вам предыдущую показывала и сверху как в коробке еще одна рамочка ну то есть двойная рамка посмотрите поближе в набор сразу входили все камешки у них так эта серия называется иконы с камнями жемчуга и всякие другие камешки интересно и очень вышивать она маленькая буквально на несколько вечеров на 12 для кого как у кого какая скорость ну здесь особо много работы нету вышиваются очень интересно тоже техника шов назад иголкой и вот такая вот икона настоящая икона получилась очень красивая еще раз повторюсь это сергий родонежский пойдемте дальше следующая икона это астрабрамская эту икону вешают над дверью которая ведет в дом чтобы все заходили к вам с чистыми помыслами и только с хорошими намерениями так сказать тоже такая икона схема была от фирмы повноскрыня все от той же фирмы очень она красивая очень мне нравится вышивала ее тоже с огромным вдохновением удовольствием такая рамочка небольшая ну мне кажется она сюда тоже очень хорошо подходит вот полюбуйтесь на эту красоту астрабрамская икона икона астрабрамской божьей матери вот в целом посмотрите на маленькая небольшая такая аккуратненькая не висит над дверью следующие покажу вам тоже иконы из этой серии тоже полноскрыня это икона ангел-хранитель полная зашивка тоже маленькая такая поближе покажу вам рамочку рамочки у меня практически везде одинаковые здесь золотая она мне еще даже немножко так бликует потому что она под пленкой пленку я не снимала как она была так она и есть под пленочкой держу ее пока так полная зашивка вот такой ангел-хранитель маленькая тоже вышивала как обычно на одном дыхании вот такая вот красота следующие иконы у меня сразу две покажу именные это икона святой вер вероники или вероники а вот это вот елизаветы это я вышивала своим дочерям именные иконы тоже от этой же фирмы полноскрыня полная зашивка вот такая вот рамочка рамочки я тоже одинаковые поставила и туда и туда только с разным оттенком вот святая елизавета вот она какая и вероника вероника святая вероника тоже вот обратите внимание какая рамочка ну тоже повторюсь очень мне нравится все иконы мне нравятся красота сейчас тоже смотрю вместе с вами и любуюсь поехали дальше и вот такая у меня есть огромная икона почаевской божьей матери эта икона вышивалась как и бисером так и крестиком ниточками здесь использовала нитки акрил ну и бисер полностью подборку все делала сама это была схема с нанесенным рисунком нитки подбирала сама бисер тоже сама бисер здесь китайский вот почаевская божья мать показываю так она вся не помещается в кадр очень большая очень-очень вот смотрите на нее очень красивая она и тяжелая такая вот рамочка на ней не не очень толстая но тоже в таком же стиле как я люблю практически все у меня оформлены иконы ну и вот поближе покажу лик конечно вот если так близко рассматривать может не совсем удачный получился ну а она когда висит близко и на нее особо никто не смотрит издалека она красивая очень красивая эффектная икона почаевская божьей матери вот такая вот красота я ее вышивала давным-давно для меня конечно это был вообще шедевр шедевр с огромным удовольствием и это была моя первая самая-самая первая из всех икон она вышивала с ниточками ну а потом я попробовала Николая Чудотворца вышивать бисером ну так вот и получилось у меня очень много наверное уже вышивать иконы домой точно не буду ну если где-то может когда-то получится ну вернее не получится а кому-то может нужно будет тогда конечно я вышью с огромным удовольствием ну а пока дом конечно ну сколько можно уже столько много она вышивала вот еще так покажу вам и пойдемте дальше следующее это даже не икона а как Примадонна Мадонна с младенцем это такая картина схема от фирмы что бы я вам не соврала по моему бисерок потому что я немножко уже подзабыла тоже вышивала давно ну вот что-то мне так кажется что это именно фирма бисерок неполная зашивка вышивалась здесь всего наверное присутствовало пять цветов по бисеру все в серебре от самого темного до самого светлого вышивала на габардини очень красиво смотрится ниточку практически не видно вот этого трос и бисера очень красиво мне она любуюсь очень очень нравится не перестаю улыбаться ой не перестаю наслаждаться прямо говорю улыбаться смотрю и улыбаюсь нравится мне настолько вот такое вот оформление рамочка здесь сразу с паспарту двухъярусная внутри как паспарту идет и окантовка рамки такая вот интересная и немножко тоже как поцарапанная состаренная рамочка вот такая вот красота мадонна с младенцем она была по моему там еще в одном исполнении там где розы вышивались именно красным цветом ну тоже наверное эффектно смотрелось но я не знаю как это только меня касается или у кого-то еще есть такое вот я если увижу и мне очень понравится я увижу отшитую работу все мне срочно нужно я не думаю и не могу успокоиться покуда вот тоже надо вышить срочно прямо срочно теперь у меня тоже есть такая красавица так по-моему я вам все свои иконы и показала это будет завершающая работа спасибо за то что вы были на моем канале желаю вам всего самого хорошего вдохновения творите красоту и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки и всем пока пока